Накануне екатеринбургские полицейские аж из двух соседствующих отделов вместе с оперативниками УМВД всея Екатеринбурга тройным ударом вышибли из рынка поддельных сигарет и прочей тухлятины еще одного нечистого на руку дельца, если не сказать прямо, отравителя. При поддержке добровольцев общественников народного контроля были разорены два гнезда контрабанды, контрафакта и просрочки на Уралмаше, на проспекте космонавтов. Две точки возле метро и возле Белки управлялись и снабжались одним и тем же южным человеком по имени-прозвищу Карим, которого легко вычислили и пробили по мониторе в социальные сети. Первую контрольную закупку провели по адресу космонавтов 43 в павильоне, который носит имя «Сладкая лавка», но и сигареты, причем не меньше, чем сразу блок, здесь тоже шли в лед. Понятное дело, что сигареты кривые, либо вообще лишенные акцизных марок, либо с поддельными, либо с иностранными. В любом случае государство обманывали и акциз в казну с них не поступал. Торговка «Сладкой лавки» легко продала блок паленых сигарет, после чего за дело взялись полицейские 15-го отдела и их коллеги, тоже из отдела экономической безопасности городского УМВД. В общей сложности из разных нычек они изъяли 7,5 тысяч пачек сигарет с явными признаками подделки. Ну и более чем явные признаки отравы были на практически всех так называемых продуктах питания здесь. «Только блю, то же самое, только блю». «Только блю, то же самое, только блю, то есть без маркировки». «Только блю, то есть?» «Понюхайте». Торт «Медовик» тоже просроченный. Шоколадки тоже просроченный. «Тоже просроченный». «Здесь кругом просрочка, колбаса, сыр». Пронаблюдав за Каримом, полицейские и общественники обнаружили вторую его точку. Безымянный киоск тоже на космонавтов, только возле Белки, где торговали мужской обувью, носками, все той же продуктовой прострочкой, а продаванка по имени Фая продала и блок сигарет, все таких же неправедных. А в это время сам Карим решил, что забьет всем гол, и на своей машинешке с блатным номером 3-4 забаррикадировался рядом с лавкой на космонавтов 43, где уже прошла проверка и изъятие, и сам лично из машины банчил, надеясь на то, что второй снаряд в одну воронку, если попадает, то не сразу же, а и не угадал. Вслед за двумя немедленно организовали и третью подряд проверочную закупку, на этот раз прямо у него, и в результате, точно так же, как два ларька, выхлопали его тачку. В итоге за два дня работы полицейских 14-го, 15-го отделов и городского управления Карим угорел на полтора миллиона рублей, лишившись 17,5 тысяч пачек курева, которая подлежит теперь уничтожению. Ущерб государству при этом оценивается в 2 миллиона рублей. Ведется проверка, которая со стопроцентной вероятностью закончится уголовным делом по статье, которая предусматривает и штрафы в несколько сотен тысяч рублей, и реальное лишение свободы на несколько же лет.